Дегенератов из социальных сетей Но иногда все же кидаю жест внимания, особенно когда он адресуется к людям, давно потерявшим совесть, продавшим душу дьяволу. Кто-то осознанно, кто-то нет. Но, как водится, не те бляди, что хлеба ради. Бог их прости. Парадоксально, но факт. Оставшийся, видимо, без заказов на свадьбы и сделавшийся экспертом по пашиненологии и алиевоведению. Его отдельные цитаты даже сама Лейла Алиева публикует в своем тикток-канале. ГОКА. Второй Филипп Экозьянц, певец Барт, которого Азербайджан представляет историком, а он таковым не является. Третий Кямран Размавар, тамада на азербайджанских свадьбах и женский консультант семейной жизни. Во всяком случае, до последней войны в Арцахе весь его канал был забит именно женской консультацией. И ни слова о политике. Четвертый, ну, четвертый тот, о котором мы сегодня поговорим. Евгений Михайлов. Человек, окончивший в Питере кулек, как называют институты культуры. Затем вставший в ряды РНЕ, после работавший телохранителем. Но вдруг его осенило, и он стал журналистом под опекой Баку. Соответственно, клеймящий, конечно же, армян и живущий ныне в том же самом Баку. Вот сколько прилагательных. Вчерашний массовик-затейник и по совместительству телохранитель Мекола Питерской в Азербайджане объявлен политологом-экспертом. Недавно даже удостоил меня, нечисти, оказаться героем его канала. А дело было так. В телеграм-канале «Антитопор» вышла информация, где я рассказываю, что нахожусь возле дома Горегина Нжде в Софии, в Болгарии. Что собираюсь снять выпуск об этом человеке. Азербайджанский пропагандист подхватил это и обращается к правоохранительным органам России. Типа, обратите внимание на него. Он защищает коллаборационистов, оправдывает нациста Нжде, вспомнил цыган, холокост евреев и прочее-прочее. В общем, закукарекал, услышав только имя Нжде. Между тем, хочу сказать, что выпуск я сделаю. Нравится это Михайлову или не нравится ему или его заказчикам, я не знаю. И не только о Нжде, но и об азербайджанском легионе вермахта сделаю. О героизации в Баку Мамеда Эмин Расул Заде, об их бесчинствах на Кубани и еще кое о чем интересном. Все это я сделаю. Между тем, ты, Михайлов, желанный гость в Ростове-на-Дону. Тебя давно ждут в этом городе правоохранительные органы. И ты знаешь за что. Приезжай. Хватит скрываться в Баку и оттуда расследование проводить, порочить то одних, то других на расстоянии. Ты же журналистом называешь себя, а ведешь себя как та самая ради хлеба насущного. Знали бы твои слушатели, как ты расследование проводишь за деньги. Ты живешь на том, что тебе платят за клевету. Иногда в перемешку с правдой, чтобы впечатляюще и правдивее выглядело. В 2019 году в Москве в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации рассматривали дело по тебе, Евгению Михайлову. И совет, состоящий из профессоров, солидных экспертов, осудил твои антиармянские высказывания. Ты хвастал, что имеешь диплом от Следственного комитета по Ростовской области, но забываешь сейчас сказать, что в 2020 году Следственный комитет аннулировал этот диплом. Постоянно подписываешь свои награды, которые либо уже аннулированы, либо гроша ломаного не стоят. Если я начну свои выставлять, то мало тебе точно не покажется. Ты же наверняка знаешь, что в бытность моей работы в газете «Московский комсомолец» я занимался расследованиями похлеще твоих. Персонажами моих расследований были и мэры, и губернаторы, и члены их семей, и предприниматели, и ректоры, и даже священники. А знаешь, от кого я награды получал? От моих читателей, не от силовых структур, как ты, а от простых людей. Потому что журналист – это тот, кто защищает интересы простого народа. А если журналист получает подарки от силовых структур, то стоит задуматься, за что. Вроде ты не работник пресс-службы, и у них в конкурсах не участвовал, а-ля веселый мент. В Совете по правам человека экспертом ты сам аукнул, отвечая на вопрос, где деньги берешь, конкретнее про сюжет «Пыточное эхо Карабаха». И ты оговорился, когда у тебя спросил эксперт, заказчик был? Сослался ты на обычных людей, торгующих фруктами. Силончик, то есть заказчик был? Конечно, нет, какой такой, вот они, вот они обычные люди, которые, они торгуют фруктами. Ну понятно, кто у нас вызывает ассоциации с торговлей фруктами. Между тем, Михайлов, скажу, как я это делаю, твой коллега, журналист, хотя какой ты мне коллега. Вот я издаю вот эти вот календари, вот они. А их выручка, их выручка, мне помогает ездить и снимать. Это я сам пишу, вот эти календари, я сам их делаю, сам пишу. И мои зрители покупают их у меня, что способствует тому, что я могу заработать, снимать, делать сюжеты, ездить. И спасибо всем тем, кто их покупает или просто иногда донаты сбрасывает на мой канал. Немного, но хватает. А ты делаешь заказуху, вот между нами разница. У меня есть документы на Михайлова, кстати. Вот они все. От Совета экспертов в Москве, которые осудили твои действия. Но ты не унимаешься. А азербайджанцы все подпитывают и подпитывают тебя. Твои азербайджанские спонсоры – люди не особо блещущие умом. Они еще со времен СССР только и умели продавать да покупать. Ничего не изменилось. Изменились только масштабы купли-продажи и мелкие людишки, кто покупается, продавая совесть. У нас с тобой был общий приятель Александр Масолов. Наверняка помнишь такого. К сожалению, скончался. Вместе мы работали в МК, а с тобой он работал в газете «Южный федеральный». А помнишь, когда тебе пришло предложение из Баку поработать на них против армян Юга России? Ты обрадованно подошел к Саше и предложил ему делать это вдвоем. Типа взять его в долю. Что тебе тогда ответил Саша, что не будет такой ерундой заниматься? А вот ты занялся. Наверное, поэтому Саша ушел в мир иной с честью и совестью, как настоящий журналист. А ты без чести и совести живешь и занимаешься грязными делами. Помню также, когда ты намылился в Чечню. Я Саше написал тогда. Слышал, что Михайлов место прописки поменял. Прописался в Чечне, а кормится в Азербайджане. На что Масалов ответил. «Кормится он везде. Заметь, это твой приятель и коллега о тебе нечистоплотном. Вот такие у Азербайджана друзья. Подкорми, и они станут вашими друзьями». Что еще? Начался Новый год. Новый 2022 год. Но для меня только два праздника имеют значение. Один любимый, второй нет. Нелюбимый – это день рождения моей мамы. Нелюбимый потому, что она становится все старше и старше. А любимый – это день победы. Может, потому, что я рос в 20 веке и помню о многих близких и соседей, ветеранов войны, еще более-менее молодыми, 70-летними. И знаю многое о войне по их рассказам. Знаю об ужасах, которые учинили немецкие нацисты. Поэтому и ненавижу подобных им людей вроде тебя, Михайлов. С той лишь разницей, что у твоих немецких единомышленников хоть идеология была, за нее они боролись. За великую, как им казалось, Германию. А ты за деньги чушкарские распространяешь армянофобию и прячешься не в России, а в Азербайджане. Там, где подкармливают и подсказывают, что и как говорить. Подумай над этим. Хочешь иметь такую же хлеборезку, как у меня? Ну, так работай честно и с честью, чтобы твоим шестерым детишкам не было стыдно за отца. Увидимся.